Брюссельский прорыв, или ждать провокации. Наконец-то лед тронулся и вроде бы Алиев и Пашинян договорились начать работы по Зангизурскому коридору в прокладке железной и магистральной дороги. Конечно же сегодня об этом несколько не с руки вспоминать, но после встречи в Сочи к брюссельскому раунду многие эксперты и на Южном Кавказе, из-за его пределами поспешили отнестись как к проходному событию, все, что можно и нужно, уже было решено в Сочи, на долю столицы Европы остается разве что рукопожатие перед камерами и встреча для галочки. Но вот итоги брюссельского раунда оказались по-настоящему грандиозными. Где Азербайджан закрепив статус страны-победителя. Теперь на переговорах не просто рассуждают о том, что хорошо бы открыть коммуникации на столе конкретные проекты, выгодные и Азербайджану, и самой Армении, которая наконец получит железнодорожный выход и на Россию, и на Иран по территории Азербайджана. Но эти, скажем так, экономические конфетки имеют свою политическую цену. Во-первых, на совместной пресс-конференции с Генсиком НАТО президент Азербайджана прямо увязал погранично-таможенный режим в Влачинском и Зангизурском коридоре. Политические аналитики прекрасно понимают, что в этом случае Армении придется признавать границы Азербайджана. Не говоря о жестокой дилемме, соглашаться на отсутствие армянских КПП при въезде в Зангизурский коридор или наличие азербайджанских в Влачинском уже сейчас, а не после вывода миротворцев. Так как при присутствии пограничного и таможенного постов в Зангизурском коридоре, такая же процедура ждет и на Лачинском коридоре. И тут можно, конечно, не обращать внимание на истерику Артака Беглариана, именующего себя газминистра в правительстве сепаратистов и его заявление типа Карабах должен иметь прямую и неконтролируемую общую границу с Арменией, и наши оккупированные территории должны быть возвращены. И тем более не переоценивать, если бывший министр обороны Армении военный преступник и соучастник хаджалинского геноцида Сейран Аганян стращает армянских депутатов, что делимитация и демаркация границ, означают мирный договор, взаимное признание территориальной целостности. А признание территориальной целостности Азербайджана не входит в планы армянских ревеншестов и они поставят под угрозу судьбу так называемого Арцаха. Но и официальный Ереван по поводу итогов переговоров пока что молчит. Хотя Армения от этого будет иметь выход к Исламской республике Иран и Российской Федерации по железной дороге. И как же поведут себя в Ереване на этот раз? Готов ли Пашинян к реальному миру вообще и делимитации границ в частности? Тем более, что эта делимитация поставит жирный крест на планах Мияцума. Особенно с учетом того факта, как важна для него поддержка улицы. Поражение Армении в войне создало своего рода психологическую травму в их обществе из-за завышенных ожиданий и нереалистичной оценки военно-политического потенциала. В переводе, в Армении, устроив провокацию 27 сентября 2020 года, пребывали в полной уверенности, что новая война будет повторением боевых действий начала 90-х и завершится минимум оккупации Гинджи, Борды и Тертера. Вот тут-то армяне, конечно же, совершенно не ждали того, с чем столкнулись на поле боя. И даже сегодня, после своего военного разгрома, пытаются вести себя так, будто переговоры в Брюсселе проходили наутро после оккупации Физули, а не через год после освобождения города Шуша. И как тут не возмущаться беспредельной наглости и больному воображению армян. Видимо они забыли о том, насколько изменилась ситуация, причем не в пользу Еревана, и что Армении пора менять свое поведение из так называемых, великих, древних, воинов с духом, ну и очень заумных. Превратившихся в пораженцев, трусов и просто дезертиров. И понять, что они не лучше нас, а в некоторых аспектах уступают нашему народу Азербайджана. И об этом говорят не только в Баку. И не только среди друзей и союзников Азербайджана, но и среди других народов по соседству с Арменией и куда дальше. Как например российский журналист Максим Юстин, который, начистоту говоря, и не скрывает своих симпатий к Армении, в ходе одной из дискуссий со своими коллегами в соцсетях отметил, что, по его мнению, армяне не могут понять, осознать, принять одной простой вещи. Они проиграли войну. В чистую, без вариантов. А тот, кто проиграл войну и не в состоянии и увы, это так. Взять реванш, и этим обречен на уступки, компромиссы. Это неприятно, порой унизительно, но неизбежно. А они не готовы это принять. Как будто на дворе 1993 года. Как будто они устанавливают правила. Сказал Максим Юстин, который, впрочем, является армянофилом со стажем. Но теперь, через год, Армяне уже пора бы осознать реальный расклад сил. Тем более, что, во время 44-х дневной войны армянская армия была полностью уничтожена. И самое главное, что попытки срывать уже паст конфликтное урегулирование приведут для нее к последствиям куда более тяжелым, чем сорванный железнодорожный транзит. И если этого не понимают в армянской оппозиции, состоящей в основном из карабахского клана, но должны понять в команде Пашиняна. Они радужные последствия для армян, увы, не заставят себя долго ждать. Вне зависимости от того, насколько готовы в Ереване к ситуации, когда там уже не ставят условия, а должны выполнять их. Азербайджан не будет опять, как в прошлом 30 лет, вести пустую балтологию во главе с минской группой ОБСЕ. И примет самые жесткие меры по исполнению заявлению от 10 ноября 2020 года. Где под заявлением стоит подпись Пашиняна. Так что обратного пути нет. Наш путь только вперед в региональном и в глобальном развитии. Которая выгодна также и Армении. И которая фактически находится у края пропасти. После которого один путь для нее, в потере государственности на Южном Кавказе. И нам ум приходит одна часто повторяемая мною поговорка. О котором я часто советую армянам. Что хороший и близкий сосед, лучше чем дальний родственник. И если, как утверждают армяне о своей мудрости и уме, древнем и великом, то обязательно воспользуются этой мудрой поговоркой. Ведь хотим мы того, или нет, но нам суждено жить рядом по соседству. Автор Габель Мирзоев. 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 Продолжение следует...